Не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Не бросайтесь друг в друга прозвищами. «Эй, ты толстяк, как ты?» Или «Эй, бледнолицый!» И ты как бы ничего не имел в виду, и думаешь, что у него все хорошо. Но нет, не хорошо. Или, например, когда девчонки, с которыми ты общаешься, говорят тебе «Ой, ты такая коротышка, такая милая!» Поверьте, никто не оценит, если его назовут коротышкой. Даже если в конце добавят «это так мило!» Никто вроде не имел в виду ничего плохого. Но настанет день, когда они уже отчаются в своих благих делах. И это будет судный день. Если вы совершали по отношению к ним какие-то злодеяния, они будут иметь право забрать себе ваши благие дела. Они не заберут их сейчас, но заберут в судный день. Смотрите, это особенно часто бывает среди друзей. Не называйте их по прозвищам. Даже если эти прозвища не обидные, невысокомерные, если им не нравится это прозвище, не называйте их. Я много путешествую. И однажды я был в месте, где один человек вел себя неуважительно и, скорее всего, не знал, что такое личное пространство. Тот парень совсем не знал меня. «Эй, Науми, как ты, брат?» И я от удивления ответил, «Извините, что?» «Эй, Науми, все ок, брат. И я могу называть тебя так?» Вообще-то нет. Моя мама называет меня Нуманом. Так что я предпочитаю, чтобы ты назвал меня Нуман. Если кто-либо и может назвать меня так, как им хочется, это будут мои родители, но не ты. Я не сказал ему, «Все хорошо, брат», потому что мне это не понравилось. А если мне это не понравилось, я лучше скажу ему сейчас, чем оставлю это на судный день. Исправьте это сейчас. Если кто-либо поступает так с тобой, исправьте это сейчас. Если ты поступаешь так с кем-либо, исправь это сейчас. Не называйте друг друга по прозвищам. И вот вывод. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. Как ужасно слышать «Аль-Исмуль-Фусук» обидное слово «после того, как уверовал». Что же значит «Аль-Исмуль-Фусук»? Это одно единственное слово, которое может быть оскорбительным для кого-либо. И это страшная вещь для каждого, у кого есть иман. Другими словами, не могут сосуществовать вместе та гадость, которую ты говоришь, и вера в сердце. Ты не можешь иметь иман в своем сердце, который был приукрашен для тебя, и одновременно говорить обидные слова. Если ты не в силах контролировать свои слова каждый раз, когда ты расстроен, то это уже духовная проблема. То есть, не просто обычная проблема, а именно духовная. Другая сторона этой же проблемы упомянута в этом аяте. Это «Как ты можешь использовать ужасные слова в адрес какого бы то ни было верующего? Ты не можешь использовать в адрес любого человека, который уверовал. Какие-либо ужасные слова, обидные слова, непозволительны в адрес любого из числа мусульман, а те, которые не раскаются, окажутся из числа несправедливых». «Отправедливых». 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 Продолжение следует...